В Экибастузе 14-летняя девочка умерла от инсульта. Известно, что несколько часов до смерти семиклассница провела за компьютером. Что стало причиной смерти и насколько опасный компьютер для наших детей, выясняла Людмила Батюшкина. Девушку доставили в больницу в состоянии комы. Пять дней медики боролись за ее жизнь. На шестой 14-летняя школьница скончалась от обширного инсульта. Более точный диагноз врачи поставить не смогли. Родители отказались от вскрытия. Известно, что девушка была от лечницы и много занималась. А перед тем, как потерять сознание, школьница несколько часов провела за компьютером. Врачи уверены, что одни компьютерные игры не могли довести ребенка до инсульта. А психологи считают, что возможно были другие, не выявленные проблемы неврологического характера. На самом деле это очень такой кризисный период у детей. И большие нагрузки, конечно, им сложно переносить в том случае, если дома нет соответствующей поддержки от родителей. Чаще всего родители перекладывают ответственность на школу, на тот же интернет. В то, что именно ноутбук стал причиной смерти подростка, не верит IT-специалист Александр Забайратский. Дополнительных экранов, кактусов возле монитора он не признает, а выключает компьютер только в целях экономии электроэнергии. Александр Федорович работает с компьютерами уже 35 лет. Начинал еще во времена, когда системные блоки занимали целые комнаты. По словам Александра Забайратского, первые компьютеры действительно были вредны и даже опасны для здоровья. Непосредственная опасность от этих самых киескопов, это основная, это было рентгеновское излучение. Сейчас, когда экраны стали жидкокристаллическими, никаких излучений от них нет вообще. То есть бояться, что как-то экран может вредно подействовать на человека, не следует. Врачи не спорят, без компьютера сегодня никуда. Он развивает мышление, творчество, а некоторые дети с его помощью даже быстрее осваивают речь и чтение, изучают языки. Однако и вред от долгой работы за ним очевидный, например, нагрузки на зрение и искривление позвоночника. Кроме того, многочасовое пребывание за компьютером вызывает психоэмоциональные перегрузки и зависимость, считают врачи. Зависимость от компьютера – уже признанное заболевание из того же ряда, что и наркомания и алкоголизм. Просиживание за компьютером приводит к психоэмоциональной перегрузке. И это в основном влияет на общее состояние здоровья. Кроме этого, у детей развивается эгоизм и одиночество. Врачи уже разработали рекомендации максимального пребывания за компьютером для разных возрастов. Так, у взрослого человека переутомление возникает в среднем через 4 часа работы за компьютером, у подростка через 2,5 часа. Детям от 7 до 12 лет советуют сидеть перед монитором не более часа в день. Пятилетним детям всего полчаса. Также родителям рекомендуют контролировать, в какие игры играют их дети. Ну и, конечно, вовремя обращаться к врачу. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.